Аминь. Мы приехали из города Барнавула, Алтайский край. Это ежегодная миссионерская поездка. Я коротко скажу, чтобы знали, кто перед вами. Нас на это благословило священство, митрополиты, епископы. Мы раздаем Евангелие, Новые Заветы. Духовная литература своя, она не изданная, что нам Бог задал. В прошлом году мы прошли 15 государств, 6 мусульманских республик и везде оставляем в национальных библиотеках свои книги. Дошли до Владивостока, находки. Сейчас у нас путь, большая задержка. Тут надо помолиться, чтобы все о нам паспорта вернулись. Мы должны пройти через Курсию в Грецию. Оттуда переплыть в Италию. Проходим через Францию в Англию. И возвращаемся в Европу, в Среднюю, и уходим до Португалии. Потом в центре Европы захватываем. Проходим через Данию, всю Скандинавию проходим, где ждут. Переплываем в Прибалтику и уходим на Север Карскому. То есть у нас есть, что Господь дал и сказал, и мы стараемся исполнить. Нам нужна молитвенная помощь. И вот позавчера было празднование Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. А мы были в пути. С Алтая почти 4000 километров. И вот хотелось сказать о этом празднике. Самом из всех праздников Дунной Десятых забытым и непонимаемым. Есть праздники Дунной Десятой, которые не несут себе никакой дальнейшей нагрузки. Ну, допустим, Сретения. Оно касалось только Симеона, этого богоприимца, Иоанна и дочери Фануиловой. Никак к людям не относятся. Мы просто празднуем и преображение. Касалось трех человек. Иоанн, Иаков, Петр. Перед ними Господь преобразился. Но, однако, есть преображенские города, фамилии. И вот есть Вознесение. Но Вознесение не входит в этот круг. Это чисто евангельский такой пункт, где человек должен остановиться и замереть. О нем сказано в символе веры и вошедшего на небеса. О остальных праздниках ничего нет. И даже о Благовещении сказано одним словом. А вот Вознесение включает в себя то, что мы должны сегодня начать делать. Все. Когда спрашиваешь, а что означает Вознесение? Ну, Вознесенские поэты могут вспомнить город Вознесенск. А для нас какое отношение это имеет? Что мы должны делать, чтобы правильно праздновать? Иоанн Златоуз говорит, празднование святому – это подражание ему. Все начинают подравлять. Вот святая Екатерина, а я в честь ее названа. Ты подражай Екатерине Варваре. Подражай Елене Вольге, в честь кого ты названа. Познай биографию жития этого святого. И жизнь наша начнет резко изменяться. Так много Натальи. Но из святых только одна. Наталья Адриан. Это нетрудно узнать из жития святых. И все Натальи. Начните сегодняшний день подражать ей. Жизнь в семье изменится во всем. Это будет наше Вознесение умом к Господу. Обычно церковь делает так, что человек, если даже ничего не знает, как-то через пищу узнает. Вот успение Божьей Матери. Не разрешается там, или другой праздник какой-то. И вдруг разрешается рыба. Человек хотя бы на этом остановится. Великий, плоский, вдруг разрешается рыба дважды. Это вход Господень в Иерусалим и Благовещенный Пресвятой Престадеву Марии. Здесь никак не отмечается. Был бы нос на день, остался. Ничего нет. Обычно как-то украшается. Наверное, там вербочки. Ну, на Троицу тут везде будут свежие травы, напоминания о пальмовых листьях. О чем-то. Здесь вообще ничего нет. Никакого внешнего оформления празднику нет. И церковь как бы замерла. Есть такое слово анабиоз. Застывает в холоде какое-то. Ну, присмокающиеся и движения. В этом состоянии церковь пребывала. Только что первый Христос воскрес. Нету. Дальше молитва начинается Царь и Небесная. И церковь не могла ничего больше отменить. И полная молча начинается. Святые Божие, святые, крепкие святые, бессмертные. Это не случайно. Никто не знал, что за этим праздником. А Господь говорит, три пункта показал. Один из того, что поразил сатану. Второй, я иду к Отцу моему. Что он вознесен, это отображено для мусульман святая книга Коран. Бог приписал Мухаммаду, Магомету. И что он взят на небо. Но не говорится, что он взят в другом теле. Он воскрес в ином теле, которое проходит через стены, пространство. Какими будут все верующие после смерти. Это неверное представление у мусульман. Христос воскрес из мертвых. И он вознесен на небо. И вот об этом празднике, ну мы были в пути. Нигде не пришлось говорить. Ну и один близкий человек нам, настоятель, сказал. Хорошо бы сказать на эту тему. А вот в Вознесении как раз и говорится, что он говорит. Иду к Отцу моему. Это означает, он угоден ему. Его, Христа, поносят везде. Это нам так окажется. Приняли его. Нет. Для мусульман нет такого Христа, который воскрес и придет. В таком виде, как он был. Евреи его не признают за истинного Мессия. Они ждут своего Машаха. Мессию. Мы верим в Христа распятого, припойте Пилатом. Вошедшего на небеса и вновь грядущего за церковью. Он придет. Но в ином теле. Есть такие таинственные слова. Что там на небе? Обычные писатели, обладающие воображением, многое описывают. Города, бывшие, где-то, раскопали. Здесь ничего нет. Глаз не видел. Ухо не слышало. И на сердце никому не приходилось, что Бог там приготовил. И Господь говорит, обители у Отца моего много. Если бы не так, я бы сказал, приготовлю вам. Это все об этом. Мне однажды пришлось быть в Исаакиевском соборе. Сейчас Исаакия Далматского. Там Петербург теперь называется. Ну, это много. Примерно четыре гида проходят и в большой храм объясняют. И в центральном написано. Поднимите врата верхи ваши, и войдет царь слава. Я спрашиваю гида, о чем говорится здесь? Она говорит, на Пасху священник так красочно одетый, меняет одежды, как царь заходит. Я говорю, нет, не об этом. Это говорится о вознесении. Христос ни перед кем не склоняется. Написано, перед Ним преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. Ангелы, демоны, люди, вожди, умерших, все поклонятся перед Ним. Все. И Он ни перед кем, говорил, Он не склоняет. Вот когда везут какой-то большой груз, и где-то Он не вмещается, перестраивает ворота и поднимает вершину. И здесь говорится, вверх поднимите вверх, вверх поднимитесь. Христос вошел на небо. Сецарь слава. Поднимите ворота, ворота, вверх ваш, и войдет царь славы в небо. Гид говорит, тогда говорите вы. Я не знаю, это нам это не преподавали. Я стал говорить, все четыре собрались сюда. Пока дальше объяснял, обычно другие двери выходят. Здесь никто не выходит. Полностью весь оказался забитый. Храм был в советское время. Так что пришлось выйти и говорить, чтобы люди за тобой вышли. Наш народ от многого отучен. Но не отучили его умирать. А это главное. Нужно учить болеть и умирать. А умирать это значит перейти в иной мир. Смерти нет. Есть только переход. Переход из одного состояния в другое. Вот говорят, спи, дорогой брат. Здесь никого нет. Это только всего лишь сон. Сон тела. А душа ушла к Богу. Премудрый Соломон говорит, прах возвратится в ион. Взят, а дух идет к Богу. Книга Экклесиаст. Хотим мы или не хотим. Но уже с малых лет мы знаем, мы умрем. И остается вопрос. Смерть. А дальше что? Мы видели такой автомобиль, шел, и такая надпись здесь у нас в России. Дальше что? Дальше суд Божий. Он называется страшный и неподкупный. Войдем ли мы туда? Пройдем ли мы этим этажом, которое описывается в житии святой Феодоры Стареградской Василия Нового? Все зависит от нашего отношения ко Христу. Приняли мы его сегодня верою. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Имеет сегодня. Он прописан на небе будет. Его имя будет сегодня там записано. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Никакие молитвы не помогут. Церковь молится только за рабов. Говорит, помяни раба твоего. Все остальное деньги здесь не помогут. Богач оказался в аду. Первое послание к Тимофею 4,15 говорит. Не судите никак прежде времени, до корень придется от славы. И будет соответственно тому, что делал при жизни. 6 глава 10 сих говорит. Что делал в жизни? А делать в жизни будешь только то, что повели Дух Святой. Ты родился. Для чего родился? Ответ-то разный. Дерево насадить, дом построить, сына родить. Ну и дерево умрет, увядает. И дом разрушится, и сына убьют. Две вещи, о которых сегодня и не знают совсем. Первое. Ты родился? А родился ли свыше? В беседе с Никодимом наш Господь Иисус Христос говорит. Кто не родится свыше, не уйдет в Царствие Божие. Твои ни при счастье ничто не поможет. Ты будешь в аду. Проси Бога родиться свыше. Рождение свыше перерождает мысль, настроение. Ты на все события мировые, политические, другими глазами будешь смотреть. И будешь во всем принимать участие. А как? Молитвой. Бог дал канал связи с ним. Молитва. Не все знают, что молитва трех степеней. Первое. Просители. На них все там буддисты, мусульмане, коммунисты. Все кричали. Господи, помоги. Войну везде. Это просители. Дай. Помоги. Избарь. Сохрани. Второе. Благодарственное. Ты просил, но получилось не так. Благодари. Бог знает, что за этим вас последствует. И поэтому не дал, чтобы не было хуже. Он любит нас. Мы творение Его. Благодарственная ступень. Пройдена нами или нет? А третья ангельская ступень. Хирургинская называется. Славословие. Не прошу. Ничего не надо. Одно. Слава от Свою Сыну и Святому Духу. И ныне и присны и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя. Вот что нужно. Чему человек стремится. И второй пункт. Рожденному свыше. Быть Вадимым Духом Божиим. Чтобы во всем и везде был Дух Божий. Послание Кримина, 8 глава, 9 стих. Говорит апостол. Кто Духа Христова, не имеет тот не Его. Будь это патриарх, Папа Римский, ему нисколько не поможет звание. Только больше ответственность. Духа Святого Дания. У Святых трудно найти, чтобы эта тема была так открыта, как у Серафима Саровского. И мне кажется, что он и сам не понимал до конца. Он сказал, смысл жизни в стержании, в приобретении Духа Святого. А для чего? Дальше он не досказал или не написали. Господь говорит, сидите и не отключайтесь. Вот он монастырь. Этот монастырь создал Господь. Но никто не знал, насколько. Они в недоумении, запертые сидят. Ну сколько ждать? И Божья Матерь не знает. Сидят, о чем они разговаривали? Они думали в жизни только о том, хорошо нам быть с Господом. Он с нами. Но они не думали о других. Если он пребывал, допустим, здесь, его не было в другом храме. Христос обладал телом человеческим. Он присутствовал в одном месте. Он говорит, для вас лучше, если уйду, сойдет Дух Святой. И он будет везде. Он будет все наполнять. Я вел занятия в разных университетах. И вступительное было слово перед занятиями. Мы сейчас только посчитали. Я сделал 60 вступлений разных. Объясняем молитву Сарю Небесному Тешителю. По 20 минут. 60. Объясните одну молитву. Какой глубочайший смысл заложили туда святые отцы. Святые отцы. Это святая православная вера. Мы являемся их наследниками. Сидите. Господь говорит, и ждите. Сели и сидят. Вот монастырь. Молитва во всем мире. Но дальше почему не договаривают? Ждите обетованного Духа Святого. И он вас поведет до концов вселенной. Ждите. Не шевелитесь. Но отдав силу Духа Святого только на одном прощать. Дунул и сказал, примите Духа Святого. Это после воскресения. Потому что люди жили и умирали. И кому простить и проститься? На ком оставить и останутся? Это дано только пастырям закона рукоположенным, которые поставлены Господом. Ждите. Силы еще и не было и у пастыря, и у апостолов. Они сидели и ждали. Обещайтесь с силой и будете мне свидетелями до краев земли. До Русалима, Самарии. И дальше Павел говорит, иду в Испанию. Вот куда мы думаем поехать? Мы везде стараемся свидетельствовать о любви Божией. Конечно, когда узнают, что мы из России, спрашивают, как вы могли до этого состояния дойти? В мировой истории не было такой страны, в которой Бог дал бы столько пространства с такими недрами, чтобы так бедно жили. Господи, почему мы в истории церкви у Карташова встречаем такое? Один из праведников молился в пустыне. Господи, ну почему даешь таких правителей сейчас такой у нас? Страну разорил до основания. Все средства перегоняют другую страну. Народ бедствует. Это было при императоре Фоке. Был Маврикий, православный. Воцарился полковник, убил его, убил жену, детей, как было в революции. И Бог заговорил с ним. И ответил. Долго я искал вам правителя, кого поставить. Не вы избирайте, я назначаю. А выборы голоса поделать можно. Но не нашел хуже, кого поставить. За ваши дела. Дал бы хуже вам, но нет. Дал пьяницу, будете слушать. Дал разоритель, будете слушать. Он заставит вас. А как лучше его иметь в исполнении заповедей? Без покаяния, доступа нет. Дверь закрыта. Эту дверь мы можем расплавить слезами. Вспомните каждое о себе. Здесь незримо. Благодать Духа должна подействовать. Ты перед Господом стоишь. Я иду на небо, туда, куда зашел мой Господь. Что глаз не видел. И мне там обитель приготовлена. Есть по преданию такое разумение, что столько. Мир будет продолжаться, пока количество праведников не будет таким же, сколько пало с неба ангелов, которые в демонов превратились. Пока все обители не наполнятся. Ну здорово. Он ждет нас. И будет этот день, когда дверь закроется. Сегодня она открыта. Храмы будут открыты. Святые предсказали. А молиться нельзя будет. Будет воцарение великого, страшного деспота на три с половиной года. Из Иудеев, Калера Дагона. Эта церковь знает. Это отображено в тринадцатой главе апокалипсиса. Нас сегодня Господь как бы остановил. Вот мы не думали в Москве быть. Мы торопились, где у нас ставка и уезжать. И не можем понять, почему восстановил нас Господь. Вдруг задержка паспортов в английском консульстве. Мы поняли, вчера уже начало происходить, чтобы мы остались здесь. Чтобы мы сегодня встретились с вами. И именно на эту тему даже я не думал. Только что перед самым богослужением мне предложил настоятель. А как бы эту тему взять? Я говорю, я не готовился. Я пошел ко кресту. Три поклона сделала, как озарил Господь. Народу надо сказать. Мы идем туда. И это димное Божье вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Оно подготавливает нас. Исполнитесь силой Духа Святого. Не сидите. Вот есть исследователи. Ну есть такой главный сектоверт в православной церкви Дворкин Александр Леонидович. И он говорит, самая быстро растущая секта это свидетели Его. Вы слышите, может? Они идут по дворам от квартиры к квартиру. Каждую минуту появляются новые и новые. Он один забьет 20-30 православных. Они Библию переделают. У них не Библия, а просто книга, новый перевод. Там еще библейское все искажено. Но они работают. Они каждый идет. Это к нам относится. Ждите агитованного Духа Святого в День Троицы. И будете мне свидетелем. Обречайтесь силой. Господь говорит у пророка Амоса 8 глава 11 стих. Пошлю голод на землю и жажду. Не голод пищи, не жажду воды, а жажду слышания Слова Господня. Бог будет искать. Сейчас туристы ездят посмотреть что-то. Свои хаджи. Это паломничество по-гусульмански. Люди будут искать, где Евангелие услышать. Евангелие будет. Разумения не будет. И мы решили, написано, юноши будут изстаивать. Ничего не надо будет. Только услышать Слово Божие и Евангелие. Мы за 2-3 года, не полных, только в окрестностях раздали 30 тысяч Евангелий. Старались купить. В каждый дом войти. С администрацией договариваются. Клуб собирает. Разрешено на ней это. И перед ними говорим. Чтобы новые заветы были, считали. Ну и что, все поверили. А Господь говорит, только верил слышанного от нас. У меня есть девиз такой. Мой возраст позволяет. Псалом 118, 164 стих. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Ян Златоуз говорит, при множестве занятий, будучи царем, сталмопевцем, он находил время семь раз встать на молитву. А что означает один раз? Ну узнать по времени. Ну вот Серафим Саровский говорил, это богородичное правило. Мы для себя взяли это три святоя от Царя Небесной, отче наш. И далее сто поклонов. Десять Господу нашему Иисусу Христу, десять Преснодемии Марии, Ангелу Хранителю, Анну Крестителю, Святителю Христову Никола, Святым Пророкам, Небесным Силам Апостолам, Мученикам, Мученицам, Святителям Христовым Женам и Девам. Сто поклонов. И дальше вкладываем свои просьбы, какие есть. Это занимается семь минут. И семь раз не меньше встать на молитву. Это дабы, говорим нам. А ты чего? Дабы прославить Бога за суды правды и его. Ты не будешь роптать, что там Майдан отняли. Ты будешь понимать, Бог наказывал за суды его, суды. И мы не знаем, что за ними будет. А это легко распространить на нашу страну и арматы счастья будут. Тут уже никто не скрывается с политологов. Господи, мы так привыкли в этом жить. Можем не продлить время. Бог говорит, отодвину стрелку назад. Ответ уже есть. Смотря на вас. И вот вы, кто сегодня пришли здесь, скажите, благословен Господь, что Дух Святой подвиг меня не где-то быть в эти часы ранее, быть в Москве и услышать. Это не мои слова. И вы, Бога, пойдете и вас благодарите, что Бог вас так любит. И по его рождению свыше. Перенождение в иной образ. А что такое рождение? Это три пункта. Первый. Ты должен признать себя грешником. Ну все знают грешник. Не просто грешником. Погибшим, погибшим окончательно. И не думай, что Бог прощает. Есть выражение одно. Бог никогда никому ничего не прощает вопреки своей воле. Вопреки установленного порядка. Да Боже всемогущий. Всемогущим и не все. Написано, Бог не может отрежься себя. Второе. Бог не может солгать. То есть есть вещи, которые не входят в свойства Божьи. Но Он есть любовь. И мы должны поверить, что возмездие за грех, один грех, смерть. Смерть тела и смерть души. Бог никогда не прощает грех, потому что его свойство такое, что грех должен быть отомщен. Это свойство Божие. И поэтому Сын Божий, Иисус Христос, сходит с неба и берет грехи милые на себя. Вот в Москве видели, есть Третьяковская галерея, явление Христа народу Иванову. Он 20 лет писал. И просерта рука на крестителя, он показывает на Христа и говорит, все армии Божьи, которые берет на себя грех мира. Иван Татьяна 1, глава 29 стих. Он берет грех всего мира. И Азбатауз говорит, усвои это и скажи. Грех мира, но это мой грех. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий. Ставь свое имя скорее туда, дабы я, Мария, не погибла. Дабы я, Наталья, была призвана им. Он возлюбил меня. И за грех должно быть возмездие смерти. Это Божие свойства. И для этого Сын Божий сошел с неба. Духом Святым через Деву Марию воплотился и взял грех. Мы не были еще, нас не было. Мы неведомы были. Но Давид в 138-м Псалме говорит, зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного не было. Это мы думаем, что назначаем, плануем, но будет только то, что Бог говорит. Совершенно невыполнимое, и Бог делает выполнимым. Совершенно решенное рассыпается в прах. Почему? Он, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Это молитва, молитва очень наша. И когда просим чего-то, а получаем не то, мы должны в равной степени быть Ему благодарны. Господи, хорошо, что Ты нам это не дал. Мы бились за то, чтобы получить именно там паспорта. И ничего не могли сделать. За нас молятся тысячи людей во всем мире. Ничего нет. А здесь вас не примут. Вчера поехали с настоятельным, и сам консул вышел. Там вообще не подойдешь, близко даже. Визовой центр особо приняли. И мы видим, это ответ Божий. Кто слушает, я прошу, просто Богу скажите. Мы жаждаем быть верными Ему. Нас ждут везде. Вот мне назначено во Франции, восьмого на Троицу выступить. Там в Англии после десятого, в Финляндии. Там сделали запрос в патриархию, патриарши. Для меня просто удивительно. Патриархия им успела ответить, благословение на наши встречи. Чтобы мы не себя показали, Бога нашего, любимого Иисуса Христа. Мы себе не принадлежим. Это мои дети. А ты скажи, дети, которые дал мне Господь. Писание так говорит. Он дал тебе. И он говорит, Бог дал, и Бог взял. Не убивайся. Ни корябое лицо, говорит, со слезы не проливай, как золотого. Сызычники смеются, когда так встречают смерть ближних. А где же ваша вера в воскресенье? Бог дал, Бог взял, успокойся. До вечера поплачь, и на это все. Дивный наш Господь говорит, Он вознесся и ждет нас. И Он дал нам Духа Святого. И говорит, идите и благовествуйте до края Вселенной. Мы расслышали этот голос. Господь говорит, дам жажду. Жажда в народе еще не наступила. И будут сходить от моря, то с севера до моря. Мы решили прежде поехать в море, до моря и везде оставить Евангелие во всех библиотеках, дарить людям. У священников оставляем целыми ящиками. Сами мы приобрели. Один говорит, вы дали мне тысячу, и никогда не было спроса. Одно год идет и спрашивает Евангелие, что случилось. Я ему еще две тысячи Евангелий даю. Это Бог делает, Он знает нужду вашу. И вот эта нужда будет восполнена. Да будет этот день Святого Вознесения Господа нашего Иисуса Христа для нас, как путеводная звезда для ожидания сошествия Духа Святого. Чтобы мы не были в состоянии ждать две тысячи лет, кто сидит, с места не двигается, они все еще ждут. Но Дух Святой сошел. И об этом Серафим Саровский ратовал непрестанно. Богу нашему слава. Единому Святой Троице, Отцу и Сыну Святому Духу, во веки веков. Аминь. Прошу, помолитесь о нас, чтобы Бог наше путешествие сделал таким, чтобы мы вернулись домой. Спасибо. Прежде речи нам, учи, благослови Троице, Твои на счастлив последователь, благослови Отче. Спасибо. Аминь. Аминь.